Итоги социально-экономического развития подвели накануне в Шамуршинском районе. В рамках рабочей поездки по муниципалитету Михаил Игнатьев побывал на предприятии по строительству и ремонту автодорог, мостов и водопроводных труб. Посетил производственно-строительную базу в селе Шамурша. В Шамурше полностью отремонтированы производственные здания, приобретена новая автоспецтехника. В текущем году заключено шесть государственных контрактов, отметил гендиректор предприятия Ремис Минхайдер Юсупов. Создание базы предприятия с миллиардным оборотом на территории района полностью себя оправдало и имеет большое значение для местной казны, отметил Михаил Игнатьев. Он оценил качество продукции и указал на необходимость наращивать объемы. Самое время внедрять в производство новые технологии с учетом отечественных разработок. Реконструкция и расширение трассы Нижний Новгород-Чебоксар и Казань обещает дополнительные заказы. На основании изучения... Эта дорога федеральная будет реконструироваться по две полосы движения в каждую сторону. Четыре полосы в целом будут. И практически десятки, сотни миллиардов рублей будут выделены на свете. Шуршинский район завершает первое полугодие с позитивной динамикой по ряду направлений реального сектора экономики. Главным инструментом проведения социальной финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального развивания является районный бюджет. На 1 августа 2016 года исполнился по доходам в сумме 116,5 миллионов рублей, что составляет 8% к уровню аналогичного периода 2015 года. Поступление собственных доходов, налоговых и неналоговых, составили 101% к уровню аналогичного периода 2015 года. В Шуршинском районе реализуется 8 инвестиционных проектов. Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям района в первом полугодии составила 117% к аналогичному периоду прошлого года. Есть вопросы, которые муниципалитет может решить только при поддержке правительства Чувашия. Волнение социальных обязательств перед гражданами является приоритетом государственной политики. Более 7 миллиардов рублей в текущем году будет направлено на социальную помощь жителям Чувашия. Глава республики сообщил, что на контроле и заработная плата работников бюджетной сферы. Предполагаемая динамика роста в реальном секторе в этом году составит 5,5%. Соответственно, увеличится и заработная плата бюджетников. По эффективности управления общественными финансами, это деньги народные, по сути дела, мы среди 85 субъектов Российской Федерации занимаем 9 место. В завершение встречи Михаил Игнатьев отметил, что Шимуршинский район поступательно развивается. Одним из главных ресурсов повышения потенциала муниципалитета является поддержка предпринимателей. А они, в свою очередь, готовы вкладывать средства в создание новых производственных площадок. Родион Архипов, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика.